Начало Второй мировой войны для Китая в 1937 году, летом 1937 года, произошло. И понятно, что и правительство Советское, и народ Советского Союза оказали финансовую, кадровую и техническую помощь правительству и народу Китая. К тому времени, если мы берем Европу, а Европа являлась примером для подражания для восточной миграции, в Европе осталось лишь два сравнительно крупных эмигрантских сообщества во Франции и Югославии, и они уже были оккупированы немцами. Это помощь Советского Союза и это материалы о добровольцах, которые помогали самолетами и военной техникой. Во Франции не удалось взять каких-то людей, которые возглавили бы во время войны гитлеровские сообщества. И очень многие эмигранты, несмотря ни на что, пытались идти в антигитлеровскую коалицию добровольно. И поведение русских в скоротичной войне 40-го года было отмечено особой отвадой. Это написал в своих воспоминаниях незамеченное поколение, такой интересный автор Варшавский. Если мы возьмем все-таки тех людей, которые взялись за организацию эмигрантского сообщества во Франции, то немцы назначили молодого танцора, приехавшего из Германии, Юрия Жеребкова, никому в Париже неизвестного. Он провозгласил себя лейтером, вождем и призвал эмиграцию поддержать немецкую политику. Поскольку то, что произойдет с Россией, какие государственные формы будут ей нужны, знает только один человек – фюро. Что касается эмиграции, то на Востоке, в Китае ту же самую роль у японской власти стал играть Константин Розаевский. В его ряды, правда, шла зеленая молодежь, эти классированные личности, либо те, кто хотел возвыситься в глазах окружающих. И вообще-то, вот эту когорту фашистов юных очень боялись обыватели и сторонились их. В конце концов, молодчики Розаевского, они прославились хулиганскими выходками против еврейского населения и простых обывателей. Значит, вот эта когорта Розаевского, она выпускала несколько изданий. Самый известный «Наш путь» – это печатный орган русских фашистов в Харбине и в Маньчжурии. Ну и понятно, что военные белые иммигранты в Китае, они заняли откровенно просоветскую позицию и особенно в первые месяцы побед немецких армий в России. Наконец-то, полагали некоторые, осуществилась интервенция, которая могла бы сокрушить большевистскую власть. Одновременно в Шанхае и окружающих просторах за Шанхае стали возникать некие такие сообщества по-советски. Их можно назвать три примерно. Это так называемый «Союз возвращенцев». Туда вошли советские квитподданные, то есть те люди, которые пришли в советские консульства и написали заявление о вступлении в ряды советских граждан. Но им не выдали еще паспорта, и они получили квитанцию. Поэтому это «Союз возвращенцев». Дальше это «Граждане, сочувствующая молодежь», такая называется «Союз советских спортсменов», такой советский спортивный клуб. И еще «Граждане СССР», то есть вот три организации. Как ни странно, все три сообщества довольно бурно враждовали между собой. Собственно говоря, это такая характеристика вообще иммигрантских сообществ. Но, к сожалению, советских людей это тоже коснулось. В конце июня 1941 года воодушевилась Родзаевский со своей когортой. И он полагал, что иммигранты поддержат всячески этих фашистов и так далее. Но все-таки в Маньчжурии приходят вести, что не все так хорошо у фашистов, что есть проблемы. И, в общем-то, в 1941 году отдел фашистов вошел в состав бюро по делам российской эмиграции в Маньчжурии. И, в общем, они начали действовать и как самостоятельная организация. Тем не менее, 1 июля 1943 года японцы уже разочаровались в фашистах молодых. И без объяснения причин запретила русскую фашистскую организацию. И они были закрыты в Маньчжурии и в некоторых городах. Вот один из вождей русских американских фашистов, Вансяцкий, который объединился с русскими фашистами в Маньчжурии и Китае. Что касается обывателей газетных сообщений, то это было довольно сложное положение русской политической эмиграции. То есть что делать, как поступить, какое, так сказать, непосредственно свое участие в каких организациях проявить и так далее. И вот эта дилемма, как совместить личное мнение и тактические соображения с солидарностью не за страх, а за совесть, приютившей их страной. И понятно, что все разделились на оборонцев и пораженцев. Здесь нельзя забывать о важной такой составляющей. Это положение русской церкви и отношение ее к Советскому Союзу. Первоначально русская церковь не лазит свою откровенно антисоветскую, потому что помнили разгром русской церкви в СССР и так далее. Но в связи с тем, что Сталин и вообще страна сама обратилась очень непосредственно к русской истории, к роли церкви в ее историческом сопротивлении против захватчиков разных лет. В общем-то, русская православная церковь в конце концов поддержала вот этих оборонцев, которые считали, что какая бы родина ни была, но ее необходимо поддерживать. Особую роль здесь сыграл Вертинский. И Наталья Ильина в своих воспоминаниях сказал, что это, наверное, был первый человек, который обратился к эмигрантскому сообществу и просто напомнил им о том, что вообще необходимо вспомнить о своей родине, о том, что вообще у каждого человека есть некая совесть, которая дается от рождения. И по отношению к матери недопустимы никакие предательства. В дальнейшем она рассказывала о перипетиях, всех этих подробностях в своем небольшом сборнике, который называется «Иными глазами». Ну, понятно, что в годы войны энтузиазм молодежи был целиком и полностью на стороне Советского Союза. И здесь можно сказать, что, хотя Вертинский был, собственно говоря, так, можно сказать, что настроен просоветски, но вот это было определенное мужество для того времени, потому что газеты печатали разное. И, в частности, если говорить о судьбе самого Вертинского, на него писали доносы в различные эмигрантские службы и японской полиции. Ему угрожали. Вот говорю, что вы плачете здесь, Александр Вертинский, и вы в карбин прикатили деньжонки сшибать. Или в мозгу своем вы давно ушрифили, свою грусть и печаль на Востоке продать. Ну, понятно, есть определенное тоже влияние Советского консульства, Советских учреждений в Шанхае на эмиграцию. Дипломатическое ведомство играло определенную свою роль. И советская колония Шанхае стала в течение 40-х годов неизмеримо увеличиваться. И даже определенные лидеры эмиграции, они заняли такую довольно справедливую советскую, прусоветскую позицию. Ну и нельзя не сказать о молодежи, о Лустроме и его оркестрантах, и вообще о молодежи Шанхая, которые всяческими путями пытались распространять такие патриотические идеи в отношении СССР. И понятно, что в большинстве своем отношения разделились, но очень сильно воздействовала так называемая пропаганда, о чем писал Александр Николаевич Хохлов, наш коллега по отделу Китая, где он рассказывал о радио ВНР и ТАСС в борьбе советского народа против фашистов. Все это распространялось в Шанхае, имело большой успех, а в ВНР это Владимир Николаевич Рогов, собственно, советский журналист, который организовал такое антифашистское сопротивление в Китае и в Шанхае в частности. Ну понятно, что шли тревожные вести с фронтов, и известно, что появилось такое движение в Ласовское и так далее. В Шанхае и вообще по всему Китаю шел сбор помощи для советских бойцов, то есть это организовали наше консульство. Вертинский собирал тоже, но на самом деле танки для советской родины, у него не было средств. Сейчас уже известно, что он просто занял эти деньги у советских дипломатов. И во время войны, конечно, наши консульства, которые были оккупированы японскими войсками, они вынуждены были свернуть свою работу и были переправлены в Японию, работали в Японии. И, конечно, очень сильно повлиял перелом в отношениях эмиграции. Это Сталинградская битва и советские газеты, которые всячески пропагандировали то, что советский народ обязательно победит. Рогов здесь сыграл очень большую роль в становлении молодежи просоветской и становлении советских сообществ и так далее. Можно сказать, что вот эту молодежь в дальнейшем, вот один из идеологов, так сказать, молодежи Владимир Варшавский, он назвал их незамеченным поколением. Но именно эти люди, о чем говорила Елена Наземцева, именно эти люди сыграли решающую роль. Именно молодежь рвалась на родину, немедленно защищая свою страну и так далее. И, собственно говоря, после войны уже 9 мая вокруг российского советского консульства собралась трехтысячная толпа, которая всячески приветствовала советских дипломатов. Реэмигранты поверили в возвращение на родину. Прежде всего, это великий авторитет самого Сталина, советской страны. В общем-то, все это описано в журналах, газетах и книгах. И, конечно, генеральные консульства по Китаю, прежде всего, Шанхайское, начали такой процесс реэмиграции, репатриации на родину. Вот, собственно, очень быстро все. Продолжение следует...